здравствуйте друзья вопросик я зачитаю маленький совсем часто блогеры снимают видео о покупке машины а как в сша избавиться от старой машины как продать свою машину как утилизировать совсем старую машину вот как много вопросов как избавиться как продать избавиться от старой продать машину быть утилизировать совсем старую машину вот давайте поговорим я друзья и не думал честно сказать записывать сейчас по дороге домой ничего потому что сегодня у меня уже было три сюжета я думаю три сюжета более чем достаточно но тут вопросик то у меня был при себе но дождик такой знаете я подумал если я сейчас этот дождь не засниму то потом может опять пять лет дождей не будет у вас будет ощущение что у нас дожди не бывают в принципе поэтому вот из-за дождя исключительно из-за дождя записываем сюжет значит как избавиться от машины самый простой способ избавиться от машины это отдать ее на дилершип когда ты покупаешь новую машину значит происходит это так ты приезжаешь на чем есть и говоришь вот хочу машину тебе говорят ну пожалуйста вот там такой-то выбор вы выбираете машину и когда начинаются расчеты вы говорите я хочу старую машину свою сдать в это называется трейд-ин трейд-ин как бы обмен в да в обмен и они смотрят на вашу машину дилершип обычно старую машину сам продавать не собирается если только это не какая-то там супер дюпер приличная машина например вы берете новую а на той машине вы проездили год например ли там полтора и она чистенькая абсолютно там и не наезд жена немного и так далее они могут ее к себе взять на поставить на площадку для использованных машин но она должна быть такая использована что близко к новой если машина уже такая не подпадает под эту категорию то ну не знаю чё с ней делать в общем они говорят вам вот такая-то цена как они говорят эту цену они звонят на аукцион и говорят вот прям при вас вы сидите они при вас звонят на аукцион ведь такая-то машина такого-то года в таком состоянии столько-то миль им на аукционе говорят вот такая цена то есть он примерно или там достаточно точно я не знаю как какие у них отношения с аукционерами но ему дали некоторую цену за которую аукцион готов забрать у него машину конечно это не та цена по которой машина продавца потом на аукционе нет это до машины этот раз на котором дадут дилершипов вот и они эту эту цену вычитают эту стоимость вычитают из того что машина стоит вам и вы платите меньше значит вы можете сказать хорошо если машина совершенно бросовая но так они дадут вам за нее например 200 долларов как символическую цену дело в том что у машины которая даже вообще не ездит есть некоторая остаточная цена и есть такие заведения в народе называются джанк-ярд джанк-ярд вы можете погуглить джанк-ярд то есть такой мусорный двор как бы на этом джанк-ярде стоят машины их иногда покупают там за 50 долларов за 100 долларов если вы на джанк-яр приедете и говорят ребят возьмите мою машину они вам дадут что-то символическое действительно вот 50 100 200 долларов в зависимости от того что за машина там и чё они ее ставят в рядочек с машинами этого класса типа мадам чтобы тот кто придет не рыскал по всему этому джанк-ярду а вот так прошелся через те что и и люди приходят на этот самый джанк-ярд чтобы чего-нибудь открутить для своих целей отломать как бы от существующих вот этих машин которые там стоят и на выходе с джанк-ярда они говорят вот я взял вот там вот это колесо или взял вот этот бампер или там взял вот это вот там лобовое стекло вынул там ну что он что можно было взять от той машины я не знаю ремень снял вот и каждая вещь оценивается уже там рознично в какие-то денежки смешные в общем-то не незначительные но опять смотря что вы взяли и так далее если вы движок возьмете там допустим машины которые были в аварии может быть туда попадают тоже и там могут быть какие-то какие-то части могут быть вполне в рабочем состоянии как бы еще могут долго служить так что вы можете спросить а кто кто собирает это на джанк-ярдах я честно говоря не знаю никогда сам не собирал не знаю никого кто бы ходил на джанк-ярд что-то там брать я сомневаюсь что там будут брать детали например ремонтные мастерские потому что это слишком много времени чтобы там все это откапывать от оттаскивать я не знаю но в принципе мы знаем что например даже когда страховая компания оплачивает вам ремонт автомобиля если автомобиль новый то вам обязаны заменить на деталь новую а если автомобиль например не новый то вам могут поставить и детальку не новую а вот такую вот откуда-то взятая я не знаю откуда то есть может быть может быть даже и ремонтные мастерские там берут не могу сказать но отвечая на вопрос у автомобиля есть некоторая остаточная стоимость за которую во всегда у вас заберут насколько я знаю они могут даже подъехать с этого джанк-ярды и забрать у вас эту машину то есть у них есть вот эти вот траки которые перевозят автомобиль и здесь называется то вы трак вот он затаскивает его к себе там по этим рельсиком и стабилизирует и увозит эвакуационная такая машина вот собственно как избавиться от машины машину еще можно подарить вы можете подарить машину какой-нибудь нон-профит организации которая официально нон-профит и она даст вам справку что вы дали ей машину стоимостью и они ее оценят там где-нибудь по blue book да по такому справочнику и если скажем рыночная цена вашей машины ну допустим там тысяча долларов то по blue book они могут вам ее оценить там там еще вилка есть они могут вам ее оценить там может быть в три тысячи и если вы платите налоги так по серьезному ну скажем там половина дохода в налог уходит например то вы отдадите эту машину и сэкономите грубо говоря получите обратно от государства из налогов полторы тысячи вместо того чтобы получить всего тысячи еще потратить время силы на то чтобы продать ее за эту тысячу тоже какие-то усилия нужно предпринимать а так вот отдал и все есть масса таких нон-профитов которые с удовольствием у вас заберут машину это могут быть какие-то этнические организации религиозные это может быть какая-то армия спасения например то есть их их тут достаточно много вот и очень часто люди которые богаче они прямо дарят вполне приличные автомобили могут подарить но просто чтоб не связываться или у них при этом ощущение что они может богоугодное дело сделали плюс на налогах сэкономили там и так далее плюс не заморачивались это тоже существенно когда у людей денег много времени мало то вот это вот не заморачиваться тоже дорогого стоит и я не знаю вы помните или нет или слышали в принципе или нет я периодически рассказывал и в книжке писал что первая наша машина была volvo десятилетняя дилл 240 десятилетняя volvo там я не помню как какой у нее майлодж там был километраж но она была в целом в очень приличном состоянии единственно что там масло нечет выливалось но как она была всем подливать но надо было починить то есть мужик которым я ее потом продал за 1000 долларов вот да это была машина которую я помучившись с ней год продал за 1000 долларов он мне я могу а зачем ты берешь болгарин был один и он говорит машину танк поэтому но я горит там за тысячу баксов ее подремонтирую будет еще 10 лет ходить там только так то есть она была во всех отношениях замечательная машина кроме того что требовало какого-то минимального там внимание ну а у меня не было 1000 долларов а была машина которую мне просто так подарили а раньше машина принадлежала девушке которая училась сначала на бакалавра потом на мастера потом что-то она там где-то работала а родители ей все оплачивали родители купили машину потом девушка уехала и родители не знали куда девать эту машину они вот ее отдали в эту джуйку джуйка отдала нам у нас есть знакомый покойный уже правда да так вот он приехал в кремниевую долину на год раньше нас но мы-то были не в долине а в сан-франциско а он прямо вот сюда прямо палалка приехал по тем временам это был очень редкий случай до 89 год тогда здесь тогда вообще эмигрант практически не был ну и соответственно ему было повышенное внимание со стороны местной вот этой джуйки ему дали одну машину подарили она ехала ехала встала он встала машина ему другую дали потом другая встала ему третью далее ну то есть они не были видимо в каком-то супер-дюпер состоянии но во всяком случае вот ему в течение там первого года там давали три разных машины были машины но откуда они взялись люди избавлялись и та же самая джуйка если у него ну совсем уже плохо дело она не знает куда девать эту машину она не отдает вот там самое в ликвидационные вот эти вот места в крайнем случае получит там 200 долларов 300 долларов и все так что это большая индустрия когда мы приехали только мне кто-то там говорил я не тогда не было интернета я не мог проверить пойти говорил что нон-профиты то есть вот эти вот общественные организации это третий по размерам бизнес в стране я не знаю там какие первые два вот как бы так достаточно массу да ну что еще сказать никакой проблемы избавиться от машины нет приедут заберут дадут 50 долларов все это легко вот вы можете поставить машину возле дома и дать объявление что вы продаете машину на крекс листья денег по умнист по моему бесплатно это все я никогда не давал но насколько я помню там бесплатно вот даете объявление начинают звонить люди приходить смотреть машину там пробовать но обычно предлагают поменьше денег скажем вы говорите вот продаю за тысячу вам скажут вот 500 и по рукам выгодите ну нет там ну там на 750 сойдетесь такого плана так не знаю иногда у людей проблема избавиться от машины просто потому что времени нет у нас были случаи такие когда ребята которые уже работают у них там все хорошо где уже следующую машину от этой нужно избавиться времени нет сил нет вот они там говорят миша по весь объявление в школе отдают там машину и у нас был случай интересный там приехал один парень его нужна была машина он только-только приехал а другой парень который ему продавал машину он ему отдал ее продал за 2000 но прежде чем он ему отдал ее он на 1000 долларов сделал ей там какое-то обслуживание понимая что у того денег нет ремонтироваться он на 1000 долларов сделал обслуживание чтобы машина какое-то время ходила без ремонта то есть вот так тоже бывает так что так что получить какой-нибудь утиль от кого-то в общем не так не так сложно да то есть то есть 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 возможности получения какой-то драного утиля который вы потом может быть через несколько месяцев получившись тоже куда-нибудь сдадите такое тоже есть ну вот наверное весь мой рассказ самое главное что я вам показал дождик и вы теперь видите что никакая засуха нам не грозит в ближайшее время во всяком случае все друзья счастливо и чтобы у нас у всех всегда были такие машины от которых несложно избавиться после хорошая цена легко уходит вот и чтоб мы всегда ехали они у нас не ломались вот счастливо обслуживание обслуживание